Принц Гарри в этом году снова планирует вернуться в Великобританию. Эта тема давно стала центральной в многочисленных спорах королевских экспертов. Однако большинство критиков склоняются к тому, что герцог Сасекский приедет в Лондон в одиночестве. Будь то служба памяти принца Филиппа в апреле или празднование 70-летия правления Елизаветы II в июне. Свою супругу Меган Маркл и двоих детей Арчи и Лилибет принца оставят в Америке. Он думает, что больше внимания будет уделено им, а не тем, кто должен быть в центре внимания, Ее Величество или память герцога Эденбургского, предположил британский журналист Нил Шон. Другие же эксперты уверены, что Гарри приедет в Великобританию один, потому что Меган Маркл не желает возвращаться во дворец. Но в то же время внук королевы очень хочет, чтобы его родные познакомились с Лилибет и повидались с Арчи, который покинул страну вместе с родителями, когда ему не было и года. И все же большинство специалистов сошлись во мнении, что герцог и герцогиня Сасекские опасаются за безопасность. Эксперты полагают, что принц Гарри не хочет подвергать свою семью риску, поскольку правительство Великобритании не может предоставить им надлежащую охрану. Заботясь о неприкосновенности своей супруге и двоих детей, герцог Сасекский даже намерен подать в суд на Британское министерство внутренних дел, которое отказало ему в предоставлении государственной охраны на все время пребывания в стране. Принцесса Евгения отметила день рождения своего первенца, сына Августа. 9 февраля малышу исполнился год. На своей официальной странице в инстаграме внучка королевы Елизаветы II выложила две фотографии мальчика и написала трогательные слова. «С первым днем рождения наш маленький герой Август. У тебя особенная душа, своей улыбкой ты освещаешь все вокруг. Мы тобой очень гордимся и очень любим тебя», – подписала снимки Евгения. Семейная фотография была сделана во время новогодних каникул, которые принцесса Евгения с мужем Джеком Руксбенком и сыном Августом провела на горнолыжном курорте в Швейцарии. Вместе с ними отдыхали и другие члены королевской семьи – принц Эндрю, Сара Фергюсон и принцесса Беатри. С мужем Эдардо Мопеле Моцце. Принцесса Евгения и английский бизнесмен Джек Бруксбенк поженились в 2018 году. Встретились будущие супруги восемью годами ранее на отдыхе в Швейцарии. Это был 50-й день рождения герцога Йоркского. Их познакомили общие друзья. Интересно, что Евгения и Джек – кровные родственники. Мать принцессы Сара Фергюсон является праправнучкой леди Джулии Кокс. Леди Джулия Кокс является дочерью прапрадеда Джека, Томаса Уильяма Кока, второго графа Лестера. Принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли свадьбу чуть более 10 лет тому назад и до этого их связывали очень долгие отношения. Они познакомились в Сент-Эндрюском университете. Тогда Уильяму и Кейт было всего по 19 лет. Отношения начались с крепкой дружбы, которая довольно быстро переросла в страстный роман. Влюбленные ссорились и мирились, расставались и воссоединялись, но в итоге поняли, что не могут друг без друга. Тогда Кейт Миддлтон пришлось провести огромную работу над собой, ведь она понимала, что станет спутником жизни представителя королевской семьи и главного претендента на монарший престол. Герцогиня чувствовала, что их пару будут в первую очередь судить по ее внешнему виду, поэтому ей пришлось очень усердно поработать над своим гардеробом. Ни для кого не секрет, что правила Королевского кодекса очень строги в отношении одежды монарших особ. Конечно, Кейт прекрасно понимала, что ее гардероб далек от того, что пропагандирует королевство, поэтому она начала менять свой стиль, чтобы дворец и публика считали ее более подходящей для Уильяма. Ее одежда начала отражать то, что люди видели в ее характере, сдержанность и скромность, рассказал королевский эксперт Том Куин. Оказалось, что тогда Уильям и Кейт приближались к тому моменту, чтобы объявить о своей помолвке. Она начала вести себя так, как было бы более уместно для будущей королевы, добавил специалист. Стоит отметить, что впервые кембриджские появились вместе на публике на своем выпускном в Сент-Эндрюском университете. Тогда на мероприятии присутствовали Елизавета II, принц Чарльз, а также родители Кейт Кэрролл и Майкл Миддлтон. Герцогиня Кембриджская не только выполняет множество обязанностей и заботится о детях. Совсем скоро она поучаствует в программе Сиби без Бэттайм Сторис, в рамках которой расскажет любимую сказку своих детей Джорджи, Шарлотты и Луи. Герцогиня уже подготовилась к этому, приобретя белый вязаный свитер с орнаментом за 179 фунтов стерлингов от Холланд Купер и повседневные джинсы. Какую же сказку будет читать Кейт юным зрителям? Выбор пал на произведение «Сова», которая боялась темноты писательницы Джилл Томлинсон. Книга написана в 1968 году и состоит из 112 страниц. История повествует о маленьком совенке по имени Плоп, который очень боится выйти на охоту с родителями, потому что его пугает темнота. Поначалу он отказывается даже думать об этом, но постепенно пернатый герой встречает добрых и отзывчивых персонажей, которые становятся его друзьями и помогают совенку справиться со своими страхами. Они показывают, что темнота может быть интересной, а не пугающей. В конце концов Плоп понимает, что ему нечего бояться, и смело отправляется навстречу приключениям под покровом ночи. Программа с Кейт выйдет совсем скоро, и юные зрители смогут послушать сказку в ее исполнении. До герцогини в проекте, посвященном неделе ментального здоровья детей, участвовали такие знаменитости, как Крис Уизерспун, Том Харди, Долли Партон, Крис Эванс, Эд Широн. Кстати, Кейт не единственный член королевской семьи, который участвовал в проекте, направленном на поддержание интереса к детской литературе. В 1984 году принц Чарльз присоединился к программе Джека Нори и читал сказку «Старик из Лохнагара», которую он сам же и написал. Нынешний проект направлен на то, чтобы дети и взрослые могли объединиться и сделать все возможное, чтобы сохранить ментальное здоровье и выйти из зоны комфорта, став сильнее духом и эмоционально зрелыми. Именно поэтому Кейт выбрала историю о совенке, чтобы показать, как важно уметь бороться со своими страхами и внутренними барьерами. Принц Гарри откровенно рассказал о личной жизни. Во время своей речи на онлайн-конференции BetaUp герцог Сасекский признался, что переживает сложные времена, и все это уроки вселенной. В марте прошлого года британский принц был принят в стартап BetaUp на должность директора по взаимодействию. Деятельность королевского наследника в компании связана с пропагандой психического здоровья. Однако не всем известно, что сам принц Гарри не раз был на грани срывок и даже рисковал потерять свою возлюбленную Меган Маркл. В мае 2021 года герцог Сасекский снялся в совместном сопрой Уинфри-проекте The Me You Can TC на Apple TV+, где откровенно рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем. «Я ходил к врачам, я ходил к психотерапевтам, я даже был у альтернативных целителей. Все это было ради Меган. Я знал, что если не пройду терапию и не исправлюсь, то потеряю женщину, с которой хотел бы провести остаток своей жизни», – признался принц Гарри. 38-летний внук королевы Великобритании объяснил, что пережил поворотный момент, когда в его жизни появилась Меган Маркл. Он рассказал, что в самом начале отношений им приходилось очень сложно, ведь его супруга впервые столкнулась с закулисьем королевской семьи. «Как-то она сказала мне, я думаю, тебе нужно кое с кем встретиться. Это была реакция на нашу ссору. Я тогда сам, того не осознавая, вернулся к 12-летнему Гарри. Об этом мне сказал мой психотерапевт», рассказывает герцог Сасекский. Гарри было сложно признать то, что он ведет себя как 12-летний мальчишка. По его словам, он тогда был очень возмущен, почему его вдруг называют ребенком. На что его психотерапевт ответил, «Я не называю тебя ребенком. Я выражаю свое сочувствие за то, что случилось с тобой, когда ты был маленьким. Ведь тебе никогда не давали возможность выговориться, и теперь это проявляется по-разному, как проекция». Елизавета II с самого начала увидела в Кейт Миддлтон будущую звезду британской монархии. Конечно, главным показателем было отношение девушки к своему возлюбленному Уильяму, которого она всегда поддерживала и мотивировала на новые свершения. Королева не могла не заметить скромность герцогини, за которой скрывался железный характер. Так монарх поняла, что Кембриджской нужно просто дать время и возможность, чтобы раскрыться и показать свои таланты. Известно, что Кейт Миддлтон является очень хорошим фотографом. Этот вид искусства вдохновляет ее и делает счастливой. Во время первого знакомства девушки с королевой Елизавета II даже разрешила ей сделать красивые снимки монаршей резиденции. Напомним, что Кембриджская является основателем фотовыставки, посвященной Холокосту, а еще герцогини любят фотографировать своих детей. Кроме того, в 2014 году Ее Величество лично разрешило герцогине взять ответственность за официальные фотографии принцев Джорджи и Луи, а также принцессы Шарлотты. Мастерский план от королевы. Она использовала страсть Кейт к фотографиям, чтобы раскрыть ее, заявил королевский эксперт. Теперь снимки, сделанные Кейт, публикуются в газетах, а также всегда представляются на обозрение широкой публики. Оказалось, что Кейт брала пример скрон принцессы Швеции Виктории, ведь она также фотографировала своих детей, а именно дочь Эстель. Публика отреагировала чрезвычайно положительно. Ведь людям понравился не только тот факт, что они могли видеть, как Эстель задувает свечи на ее первом праздничном торте, но и то, что Виктория была за камерой, объяснил специалист. Мидлтон также хочет, чтобы у ее наследников было счастливое детство без забот и лишнего внимания. Поэтому она использует свой талант и любовь к фотографии, а королева с удовольствием поддерживает герцогиню в этом.